Раз лопата, два лопата. Трудовой отряд в юго против зимних заносов. С угробы по колено во дворе Валентины Антоновны Молчановой мальчишек не пугают, а только наоборот вызывают спортивный азарт. Убрать снег как можно быстрее. Уже отработала, скажем так, первая смена. Они работали с 1 по 15 ноября. Сейчас приступили ребята уже вторая смена. Они работают у нас с 18 по 29 ноября. Они работают после учебы, совмещают работу с учебой, не мешают учебному процессу. Два часа, иногда чуть больше, ребята после школы посвящают работе. Говорят, за такое короткое время уставать не успевают. Наоборот, физический труд закаляет и дает больше энергии. Тем более труд благородный, делать чище родной город и помогать нуждающимся. К тому же и зарплата полагается. Зарплата будет также пропорционально отработанному времени у ребят. И будет материальная поддержка от центра занятости, тоже пропорционально отработанному времени. У желаний есть, помочь. В городу случился был. Тем не менее, еще за эту денежку заработать. Тимур, расскажи, придумала, что ты потратишь? Я их оставлю до Нового года. Пока мальчишки очищают двору, в доме тоже работа идет полным ходом. Помочь хозяйке, навести порядок пришли девчонки. Сейчас стенку протрут и пока кисики протирать. Протереть пыль и помыть окна – работа несложная. Зато какая полезная для пенсионерки Валентины Антоновны. Молодцы девочки, хорошо. Вообще работают они хорошо. И до этого были девчонки у улицы. И мальчишки тоже хорошие, прям махом все делают. Порядки навели. Осталось сделать запас угля. И дело сделано. А завтра у ребят уже другой план работы. Анна Шурков, Василий Обухов, Ленинск ТВ.